Можей, Можей, ты че там делаешь? Ты че ко мне в ВК залез? Да, читаю группу твою, пассивную Кингу. А ты че маску наперлил? Потому что я хочу быть похожим на тебя. Да ладно тебе, мы и так похожи как две капли воды. Друзья, всем привет. Ну давайте почитаем, что мой брат-близнец читает. Итак, давайте посмотрим. Меня зовут Можей Гризли, это обзор моей коллекции книг Стивена Кинга, часть вторая. Смотрите, что я тут нашел, что прочитал. У меня ВК группа такая есть, Стивен Кинг и книги. И какой-то чел тут сделал обзор. Давайте прочитаем быстренько. Я всего этого прочитал только Чужак. Окей, вот они вот эти вот книги. Это Билли Саммерс, Чужак, Позже и Институт. Как вам вообще последние книги Кинга? Многие считают, что последние его произведения не совсем удачные. Некоторые сравнивают ранние романы автора и то, что он пишет сейчас. За что мы полюбили Кинга? За моменты, которые действительно пугают. Человеческий ужас и взаимоотношения. Многие, наверное, согласятся, что автор немного проваливает концовку в некоторых книгах. Когда вот читаешь в ожидании крутого финала, а все заканчивается резко и неожиданно. Складывается ощущение, что финал придумывали на ходу. У меня так было с романом Чужак. Если без спойлеров, книга неплохая, но концовка не удалась. Окей, смотрите, из последнего Билли Саммерс, потом Позже, Чужак. Сериал, кстати, Чужак смотрел, но не знал, что он снят по Стивену Кингу. И вообще классный сериал Институт. Ну, окей, я эти книги не читал, да? Но я сейчас читаю книги, которые 2016-2017 года, вот, сегодня купил пост, сдал детективные, детективные романы в жанре детектив. Ну, 2016 год, это относительно недавно, это сколько? Это 6 лет назад, да? То есть это можно сказать, что последние книги Стивена Кинга одни из последних. Прекрасные романы, есть, ну, из новых. Есть сериал Мистер Мерседес, я его не смотрел, хочу книжки прочитать и потом посмотреть. То есть вот это вот, по-моему, 2013 года, но тоже относительно недавно. Это, когда появляется вот этот детектив Ходжис, когда мы знакомимся с детективом Ходжисом, его переписка с чуваком, который протаранил 15 человек на своем Мерседесе. Молодой парень, 28-летний, вот, как он его поймал, как он его ловил. Это продолжение, это продолжение, так или иначе он связанно. Кто нашел, берет себе. Чуть-чуть осталось, но я уже все понял, концовочка. Офигенская книжка. Ну, без спойлеров, не буду говорить, что там, как там, но... В 79-м году убивают писателя. Чувак крадет деньги. Его записные книжки неизданного романа. И прячет это все в сундуке. Самого его садят на 36 лет. И вот это вот все добро находит мальчик 14-летний. Вот. Как это все меняет его судьбу. И вот, и последний финал. Финально прекрасные книжки. Я их прочитал, блин, ну, не знаю. При плотном графике работы где-то около месяца. Прям, ну, проглотил прям просто. Вообще офигенски. То есть, как сказали Стиву и Пинку, поглаз на любой жанр. В том числе и детектив. Офигенски. Советую. Это из нового. Никакой не смазанной концовки. Все логично, классно. В конце настолько напрягает. Вот это вот, я имею в виду, ну, как, ну, атмосфера, ну, как это выразиться. Что ты читаешь, 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 и оторваться не можешь. Там, а, как, этот сюда, этот туда, блин. Поймают они или не поймают убийцу. И вот, сегодня пост сдал. Сегодня это читаю, начну вот это вот. Даже не читал про что. Отличные книжки из последнего. Из раннего. Из раннего. Вот у меня, смотрите, Противостояние. История Лизи. Стория Лизи, кстати, очень тяжелая книжка. Но я тоже прочитал все. Талисман. Черный дом. Бессонница. Нужная вещь. Нужная вещь, это вообще моя любимая книжка. Под куполом. Вот. Вот это вот. Почти как Бьюик 2005 года. Но это, блин, почти 20 лет назад. Это как бы уже старый Стивен Кинг. Концовка. Вот это вот. Ну, без концовки, так скажем. Ну, то есть, непонятно, что произошло в конце. Все остается как была загадка с самого начала. Так загадки остаются почти как Бьюик. Сколько видео идет? А, ну все, нормально. Вот это вот из раннего 2002 год. 20 лет назад. Парень из Колорадо. Как они начали преступление это расследовать, так они и закончили тем, что никого не поймали, ничего. Я надеюсь, это не спойлеры. Но я о чем хочу сказать? О том, что и раньше в произведениях Стивена Кинга как бы встречалось такое, что концовка такая смазанная. Ну вот. Так что все это, все это фигня, дружище. Не слушай никого. Читай книжки. Вот. Это все, что из коллекции. Вот. Последнее мое приобретение это трилогия Мистер Мерседес. Мистер Мерседес. Кто нашел, берет себе пост. Да, очень советую. Детективный роман. Хотя, знаете, тут убийца известна с самого начала. Мне больше по душе. Ну, детективы тоже разные бывают. Знаете, когда не знаешь убийцу и прям гадаешь. А может это там, я не знаю, садовник. А может это там, я не знаю, продавец с обуви. А может этот, этот, этот. И ты сам гадаешь, кто убийца. И убийца там раскрывается в самом конце. А тут убийца известен. Вот. Знаете, как у Агаты кисти 10 мегритят было. Так. Ну все. Показал, рассказал. А. Ну еще плюс из раннего. Это книжки, прочитанные более 5 лет назад. Конечно, они из памяти стираются. Что плохо. Все стирается из памяти. Все забывается. Вот. Вот про них я прям сильно-сильно прям там красочно рассказать не могу. Вот. Хотел сегодня книжку Оно купить. Это брюки мои. Книжку Оно купить. Но она что-то там какое-то дорогое издание. 1800 стоит. Так. Все. Я только что, ребят, с турника прям даже не переоделся. Вот в шортах. В часах. В кепке, блин. В маске. Вот. Пробовал делать выход силой. Ничего не получается. Мне сказали, не сдавайся. Так. Давайте быстренько. Кто хочет. Кто хочет. Может добавляться ко мне в контакт. Вот. Зовут меня так же, как я всем и говорю. Видите, написано. Можейк Гризли. Я всех принимаю в друзья. Видите, у меня 4320 друзей. Ни одного подписчика. Тут мои фотки. Тут мои фотки без маски. Вот. Выбрал я себе такой стиль. Просто на летний контент. В маске. Вот. Можете посмотреть. Можете добавляться. Всех добавляю в друзья. Много фоток. Вот. И, если интересно, можете даже добавиться в группу. Десерт 2016. Где, собственно говоря, я работаю. Я являюсь редактором. Вот. Тут все. Все, что я делаю. Вот. Тортики. Почти каждый день. Ну, два-три поста тортов в неделю выкладываем. Такие вот всякие разные тортики делаем. Так. Ну, все, ребята. А, еще. Еще, еще. В конце недели видос будет. По-моему, то ли из Тюмени, то ли из Екатеринбурга. Идет мне Evil Within 2. Вот такая вот игруля. В конце недели постараюсь сделать распаковку. Все на русском. 2 318 рублей со скидкой. Она мне обошлась. В Новосибирске сейчас находится. Потом буду делать видосики. Один из моих любимых хорроров. У меня Xbox. Да, у меня Xbox. Но я где-то там нашел, что можно снимать какие-то видосы и выкладывать их. Ну, все. Все, ребята. За окном у нас лесопилку построили. Очень прекрасно. Надеюсь, в сентябре свалить отсюда. Все, ребята. Всем респект и уважуха. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok